Лилия Ивановна Сидорина в педагогике уже больше полувека преподавала историю. В 1974 году ученица 6 класса принесла на урок интересные заметки деда о параде Победы в Москве. Школьников тема заинтересовала, так и родилась идея создать в учебном заведении тематический музей. Начали поиск уникальных свидетельств истории. В апреле 1975 к ребятам пришли ветераны войны, участники того самого исторического парада. Они их искали, ждали этой встречи. И родители ждали, и учителя. Вся школа ждала. Одним из учеников 120-й школы и активистом музея парада Победы был заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов. Он рассказывает, ему посчастливилось услышать рассказы ветеранов, принимавших участие в параде. Во многом такие встречи повлияли на выбор жизненного пути. И, безусловно, я очень хорошо помню на протяжении всей своей жизни, помню этих людей, их рассказы о тех событиях, в которых они участвовали. Для меня, честно скажу, без какой-то ложной патетики, для меня это часто был образец того, как надо служить своей родине. Сегодня школьные музеи – это площадки для связи поколений. Дети не просто заучивают историю по учебникам. Они занимаются поиском интересных деталей, собирают артефакты и общаются с ветеранами. В Самарской области при учебных заведениях свыше 400 музеев. Больше половины из них посвящены событиям боевой и трудовой славы в годы Великой Отечественной войны. Именно ученик переживали, переносять через себя, через свою семью. И к нам в школу, в музей, в музейные комнаты приносят ту историю, которая хранится у бабушек, у дедушек, у всех родственников дома. И порой скромное наше население, народ не рассказывает о своих родственниках, которые являлись участниками войны. Память начинается с детства, с семьи и со школьной скамьи. Важность сохранить историческую память отмечается и в поправках в Конституцию. Измененная статья гласит, Россия объединена тысячелетней историей и сохраняет память предков. В Самарской области патриотической работе отведена огромная роль. Появляются новые проекты для вовлечения молодежи, которые сегодня заинтересовать сложнее, потому как живых свидетелей эпохи становится меньше с каждым днем. Мария Левина, Василий Калдашов, События.